АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ также затронул тему потерь. К сожалению, есть у нас скорбный счёт. И мы не вправе разглашать данные Министерства обороны, но тем не менее и скрывать мы их тоже не собираемся. Поэтому по официальным данным Министерства обороны и с числами мобилизованных, у нас подтверждён один погибших. Но я точно знаю, что их как минимум четыре. Ещё по нескольким человекам проводится проверка. По поводу попавших в плен. К сожалению, это наша Муромская понтонная бригада. И суммарно числа контрактников и добровольцев, то есть не мобилизованных, у нас за период февраля-марта порядка 15 человек. В ходе пресс-конференции наш телеканал решил поинтересоваться мнением главы региона о прошедших во Владимире выборах мэра. И задал вопрос о согласовании Дмитрия Наумова губернатором на пост нового городоначальника. Была ли действительно согласована кандидата нынешнего гоначальника ЕСЕ, а почему ставка была сделана именно на него, и считается, что достаточно опыта для этого. И последний такой вопрос, уточняющий сейчас, с чем была связана такая тихарда с кандидатами. Напомним, изначально на кресло городоначальника претендовало не трое, а пятеро кандидатов. Но в итоге с дистанции сошел тогда еще в Рио первого замгубернатора Дмитрий Лызлов. А уже после проведения конкурса по отбору кандидатов от участия в гонке отказался заместитель председателя Заксобрания области Роман Кавинов, который позже обосновал это решением губернатора и председателя Заксобрания. Александр Авдеев ответил на вопрос Шестого канала следующим образом. Дмитрий Ильич Наумов была основная кандидатура. Роман Валерьевич согласился по моей просьбе составить конкуренцию. Все, поверьте, шло запланировано. Для чего это нужно было сделать, оставлю за скобками. А оценивать, справится или не справится, будут люди. Никто из нас в жизни с дипломом в руке не рождается. Опыт приходит со временем. У него есть весь набор необходимых навыков и опыта для того, чтобы работать в масштабах города Владимира. Но что думает губернатор по поводу возвращения прямых выборов мэра Владимира? По словам Александра Авдеева, у владимирцев имеются достаточные механизмы для возобновления этой выборной процедуры. Владимирцев есть право выбирать президента, есть право выбирать депутатов, есть право выбирать губернатора. А если у тебя не получается провести своих депутатов, то значит люди не верят твоей программе. Прямые выборы или нет, это возможность. И точно, значит, только этот орган может сделать это выборы горсовета. Горсовет могут, вы можете повлиять на выборы горсовета. Задали вопрос и о согласовании за ксобранием заместителей губернаторов области. Напомним, кандидаты в замы Авдеева не выступали перед депутатами и журналистами на заседании парламентариев. По словам главы области, процедура по согласованию нарушена не была. Депутаты заслушивали заместителей на комитетах до проведения заседания заксобрания. А вы процедуру читали? Да, на правительственном рекламе, на правительственном собрании, в повестке дня, вы должны перекатывать... Я каждому уделил внимание. Замечание мне заксобрание высказало. Процедуру кто прописывал? Заксобрание? Вы знаете, почему они не высказали замечание? Я вам скажу, потому что, значит, коллег до этого, там, два или три дня, ну, в кавычках, пытали на комитетах и фракциях. Нашему телеканалу удалось задать и второй вопрос губернатору области. Мы попросили Александра Авдеева оценить свою открытость для СМИ. Так, например, на инаугурацию главы региона были приглашены только представители государственных средств массовой информации. А сообщение о предстоящей пресс-конференции появилось накануне, примерно в 16.00. В сети уже даже успели окрестить встречу с журналистами тайной. Дескать, чтобы участников было поменьше. Тем не менее, в пресс-конференции приняли участие и владимирские, и районные СМИ. Лучше вы мне дайте оценку. Я стараюсь сделать максимум, там, и в своем еженедельном отчете, и прошу своих заместителей постоянно давать, значит, пресс-конференции отвечать на вопросы. Стараемся не замалчивать ни острые темы, никакие. А по поводу времени рассылки сообщения о проведении пресс-конференции Александр Авдеев сослался на большую занятость. И только в последний момент стало понятно о появлении окна в графике губернатора. Но общался с журналистами глава региона ровно 1 час и 51 минуту, вместо заявленных полутора часов. Алексей Домнин, Руслан Павлухин, 6 канал. Сразу две серьезных аварии произошли в Петушинском районе за минувшие сутки. В городе Петушки иномарка сбила 9-летнего ребенка. По информации полиции, пешеход переходил дорогу на улице Владимирская возле дома номер 2. ДТП произошло днем 28 ноября. По предварительной информации, водитель автомашины «Фольксваген» 1975 года рождения допустил наезд на пешехода 2013 года рождения, который пересекал проезжую часть дороги, не установленной для перехода месте, слева направо поход движения транспортного средства. В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. Вечером того же дня легковушка сбила 65-летнюю пенсионерку. ЧП произошло в городе Покров. Женщина переходила дорогу на улице Октябрьская возле дома номер 55. По предварительной информации, водитель автомашины «Шкода» 1986 года рождения при повороте на правду пустил наезд на пешехода. Женщину 1957 года рождения, которая пересекала проезжую часть по нерегулированным пешеходному переходу. Пострадавшая оказана медицинская помощь на месте аварии. У нее диагностирован ушиб руки и сотрясение головного мозга. Рекомендовано амбулаторное лечение. По каждой аварии проводится административное расследование. Все обстоятельства случившегося уточняются. Шестой канал продолжает следить за уборкой улиц Владимира от льда и снега. На проспекте Ленина кипит работа. Спецтехника убирает снег, площадь Победы засыпана песком. А вот на второстепенных улицах все не так благополучно. От гололеда страдают жители домов по улице Красной. Скажите, всегда так скользко здесь у вас? Ну, конечно, никто тут у нас не посыпает. А вы сюда каждый день ходите, да? Конечно, как же, у нас нет, у меня в доме нет воды, и у всего дома у нас нет. Ходим на колонку, хожу, вот не знаю, как уж с одним ведерком по два раза. А то с палочкой еще вон дали, с лопаткой, чтобы держаться. По соседству Родниковый проезд. Жители частного сектора рассказывают, что проблема с гололедом наступает каждый год. Здесь вообще не убирают никогда наши улицы. А это вот считается как частный сектор? Да. А как улица называется? Родниковый проезд. Родниковый проезд, девушка, никто не очистил. Вот я иду инвалидом, для меня очень тяжело. Ни дороги нет, ни весной, ни летом никогда здесь. Снег-то согревают немного, снег-то согревают зимой, когда уже много. Но не сыпят. Нет. А это уже улица Мельничный проезд. Улица находится под уклоном. Подъем и спуск по Мельничному проезду превращается в экстремальное приключение. Честно говоря, иду медленно, на полусогнутых ногах. Вот стоило свернуть с центральных улиц, и уже перед нами практически открытый лед. Действительно, здесь проезжают машины, ходят люди, местные жители. И тротуаров-то, как таковых, здесь нет. Поэтому просим коммунальщиков обратить внимание на Мельничный проезд. Возвращаемся к проспекту Ленина. Это улица Разина и многострадальный большой проезд. В районе перекрестка пешеходные дорожки полностью покрыты льдом. На прошлой неделе мы дважды оставляли заявку на уборку или хотя бы посыпку этого участка. Однако сейчас состояние тротуаров оставляет желать лучшего. Песок во Владимире есть. Это видно по центральным улицам. Вероятно, руки у коммунальщиков не доходят. А ведь, чтобы посыпать этот скользкий участок, нужно пройти всего несколько десятков метров, возмущаются люди. По одному из телефонов, которые указаны на сайте городской администрации, мы снова оставили заявку. Улица Большой проезд, перекресток, Сразина. Вот это пешеходные дорожки с двух сторон, что-то никак не посыпят у нас. Большой проезд, перекресток, Сразина. Там надо руками посыпать. Ну вот, может, хотя бы посыпь, потому что там вообще гололед. Хорошо. На завтра поставим. На завтра, да? Спасибо большое. К слову, на прошлой неделе Дмитрий Наумов рассказал, что у проблемы с уборкой города по сути две стороны. И пока основной упор коммунальщики действительно делают на расчистке центральных улиц и подходов к ним. Прежде всего, это уборка центральных улиц, там, где проходят общественные маршруты, где находятся общественные организации, социально значимые объекты. Поэтому это одна страна медали. И вторая, самая больная проблема, которая на сегодняшний день касается больше всего людей, это уборка второстепенных улиц. Там уже, конечно же, есть определенные моменты. В целом, еще раз повторюсь, на сегодняшний день работы в городе ведутся. Да, могут быть где-то лучше, где-то хуже, но стараемся сделать так, чтобы максимально дойти до каждого, так скажем, участка города. В соцсетях сообщения о скользких улицах продолжают появляться регулярно. Если на ваши заявки не реагируют коммунальщики, звоните в нашу редакцию 36 66 66. Мы постараемся разобраться в ситуации. Маргарита Махрова, Егор Дейкевич, 6 канал. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Я был депутатом Совета народных депутатов по боголюбовскому поселению от поселка Сокол. У нас этот вопрос обсуждался. Но все депутаты от поселка Сокол, их было трое, в том числе и я, были категорически против кладбища. Тогда надо было, чтобы все были за. Тогда принималось. Мы были против. И этого решения не было у нас по кладбищу. Как оно потом попало, это я не знаю. Почему-то говорят, что мы приняли в 10-м. Но это неправда на самом деле. Жители поселка продолжают настаивать на том, что узнали о планах по организации кладбища только около года назад. В поселке Сокол я проживаю с 1986 года. И выходя на улицу, мы всегда узнаем все новости, которые касаются нашего поселка. О такой новости, как строительство кладбища, никто у нас не знал. До тех пор, пока здесь не начались какие-то работы. Администрация, когда приезжала, говорила, что информация была в газете «Суздальская новь». Но это, конечно, смешно. Такую газету даже никто и не выписывал в то время. Мы думаем, что все эти слушания были просто фиктивны на бумаге. Уже год местные жители ходят по судам в попытках не допустить появления кладбища в непосредственной близости к поселку и СНТ. Несмотря на то, что суды по делу не закончены и кладбище до конца не оборудовано, на нем уже появилась первая могила. Жители удивились, кто из местных захотел похоронить своего родственника в чистом поле. Ведь, по их словам, администрация обещала, что кладбище предназначается для усопших из соседних населенных пунктов. Сокольцы решили проверить, кто же захоронен в могиле. Мы через своих знакомых попытались найти информацию, что этот за человек здесь захоронен. И как выяснилось, что человек сидел в тюрьме. И в тюрьме он умер. А человек вообще не из нашего округа, он из Петушинского района. Местные власти в ответе нашему телеканалу о могиле говорят сухо. Мол, было заявление от лица на разрешение о захоронении. От какого лица, не уточняется. Имеется заявление лица на выдачу разрешения на захоронение умершего на кладбище в поселке Сокол. Дата смерти указана в соответствии со свидетельством о смерти, предоставленным лицом, обратившимся с заявлением о выдаче разрешения на захоронение. К слову, дата смерти мужчины 20 февраля 2022 года. Где 11 месяцев находилось тело, осталось загадкой. Напомним, к истории с кладбищем подключился Роспотребнадзор и прокуратура. После проверок было решено дальнейшие захоронения приостановить до полного оборудования кладбища. А именно, до организации подъездных путей, автостоянки, контейнерные площадки, водоснабжение, водоотведение и теплоэнергоснабжение. На днях Боголюбовская администрация начала обустройство территории, о чем нам сообщили в официальном ответе. Утверждается, что была проведена обваловка территории кладбища, высажены зеленые насаждения, произведен раздел на зоны, обустроена площадка для транспорта. Местные жители считают, что в результате таких работ только пустили деньги на ветер. Насыпано просто щебеном прямо на землю. Эта щебенка весной вся утечет вместе с водой и уйдет в землю. Елочки, посаженные зимой, в минус, в мороз. Тоже получается выброс денег. И неизвестно, как они вообще будут расти. То есть вырастут они вообще, если честно, лет через 25. Происходит показуха, непонятно для кого и для чего. Отмывание денег, прямое отмывание денег. Жители поселка отчаялись найти общий язык с местными властями и записали видеообращение к президенту и премьер-министру. Просим вас обратить внимание на нашу проблему. Мы уже более года боремся против кладбища под нашими окнами. Также в этом видео прошу отставки глав администрации Боголюбовского сельского поселения, главы администрации Судовского района и МКУ Боголюбовской Бондаре. Потому что эти люди отмывают деньги. Жители поселка Сокол не намерены останавливаться и продолжат добиваться своей правды в судах. Анна Богданова, Руслан Павлухин, Шестой канал. Владимирская ТЭЦ-2 под управлением ПАУТ и Плюс отмечает свое 60-летие. Празднование было организовано на предприятии своими силами. Работники ТЭЦ-2 исполняли концертные номера и читали поздравительные речи. Руководство отмечает, что за это время на станции произошло очень много технических изменений. Но одно остается неизменным. Высокопрофессиональный коллектив, который обеспечивает круглосуточную, бесперебойную работу. Я вообще считаю, что люди в большой энергетике по определению не могут быть плохими как людьми, так и профессионалами. Я хотел бы, чтобы здесь оставались именно те люди, которые полюбят нашу ТЭЦ, которые будут ее дальше развивать. Вместе с действующими сотрудниками 60-летие ТЭЦ празднуют и ветераны отрасли, которые посвятили работе на теплоэлектростанции большую часть своей трудовой жизни. На праздники им вручили грамоты и пакеты с подарками. Они с теплотой вспоминают о времени, когда работали здесь. На станции я проработала 29 лет. У нас был очень дружный коллектив. Все работники такие ответственные. Станция вообще преобразилась. Вообще все изменилось в лучшую сторону. На ТЭЦ я работал 30 лет. Даже чуть побольше. Создал, а мне все. Я тут создал семью, получил жилье, поработал хорошо. ТЭПлюс – крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Она обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Филиал «Владимирский» не намерен останавливаться на достигнутом. Станции исполнилось 60 лет. Но при этом это не предел. У нас достаточно большие проекты, грандиозные. Соответственно, много различных идей инициативных. В ближайшее время мы занимаемся такими проектами, которые позволяют улучшить экономичность работы оборудования, безопасность работы оборудования. На данный момент ТЭЦ-2 обеспечивает теплом почти 3,5 тысячи жилых домов и более 3 тысяч организаций. Анна Богданова, Егор Дикевич, 6 канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова